Ассалам алейкум, варахматалава баракятух, уважаемые братья и сестры, приветствую вас на всех языках мира. Татарский гамбит разыгранный татаристами в астраханских селах. Что-то неладное творится с юртовскими селами в Астраханской области. Яксатова, Супной Бугор, Семяковка, Карагали, Солянка и другие. В то время, как круглый стол при губернаторе Астраханской области Бабушкиня признал их нагайцами, смотрите пункт третьей резолюции по ссылке в описании. Резван Ислам Газиевич Юнусов, используя свой административный ресурс и служебное положение, зовет их татарами и пишет районным властям обращение с призывами не допустить агитации с нарушением закона, прикрепленный в файл 1. При этом требует оперативно предоставлять возглавляемый им орган информацию о подобных акциях. Карл, 37-й год что ли на дворе? Разве запрещено проводить круглые столы при губернаторе? Разве запрещено распространять информацию о предках средствовой массовой информации? Что новая делает запрещенного? Давайте сравним с татаристскими движухами. Например, листовки, которые разбрасывали неизвестные личности в нагайских селах. Наверное, и это не запрещено, но звучит нелепо и смешно, когда читаешь, как пропагандистские листовки с призывами записаться татарами разбрасываются по ночам. А ночи у нас темные. Столкнувшись нос к носу, порой не узнаешь соседа. В этих листовках, кстати, написано в уничижительных тонах про Астраханскую область. Да и сам Юнусов отметился антигосударственными пассажами. Ну, правда, другой, однофамилец. Муслимам Юнусовым и его казанскими покровителями допускаются откровенно русофобские высказывания и близкие к разжиганию межнациональной розни реплики. Доходит даже до обвинения в геноциде татар русской властью. И это откровенная фальсификация, основанная на незнании истории. Теперь анонс. В следующих видео расскажу о неблагодарности казаклинцев по отношению к уйгурам и мечети Айя-София, что в Турции. Подписывайтесь и ждите новостей. Ассаламу алейкум варахматаллах ва баракятух. Субтитры создавал DimaTorzok